Карагандинцы вышли на митинг по убитой из-за куклы Ани Ткаченко. Население целого района ввели в страх 11-летней девочки. Теперь жители ЖБИ боятся выпускать детей на улицу. Возмущенные люди требуют изолировать от общества школьниц подозреваемых убийств, которые, как и прежде, посещают учебные заведения. Хотим учиться с этими убийцами! Изолировать от общества девочек, жестоко убивших Аню Ткаченко, или отправить их в специальный интернат. Такими были требования более 70 участников акции протеста. За сутки митингующие собрали подписи более 800 родителей, поддержавших это предложение. Для девочек-убийц в нашей школе нет места, возмущается народ. У нас уже на стенках на ЖБИ написано «Каролина – звезда». Санаторный дом 3 в подъезде написано «Каролина – звезда». Может быть, они сами пишут и чувствуют себя звездами. Но только наши дети должны знать, что мы живем в правовом законном государстве, и за любое деяние даже ребенок может получить наказание. Мы должны жить спокойно, и каждый родитель должен знать, что он отвечает за каждый поступок своего ребенка». Аня Ткаченко только в апреле исполнилась 9 лет. Родители погибшей девочки уже и не знают, кому верить. Они просят одного – поместить преступниц в специальный интернат. «Родителей лишит родительских прав. Девочек в колонию, есть в колонии. Если бы у какого-нибудь олигарха свыше случилась такая трагедия, и законы, и все нашлось бы. Вот пусть принимают все меры». Труп маленькой Ани нашли в двух метрах от болота. Опознавшая жестоко убитую девочку карагандинка Анастасия Зарбидия уверяет, что преступники издевались над телом погибшей и после того, как девочка перестала дышать. «Она лежала, у нее были ножки раздвинуты сильно. Полный живот, я не знаю, чего воды или нет. Она была очень искалеченная, были синяки, были царапины. Там ужасно, там вообще, там ужас. Она такая маленькая, худенькая. Там она так и так была искалеченная, я не знаю. А ноги так были сильно у нее раздвинуты туда, и палки, и что только не напихали». Мелане Амандыковой всего девять. Близкая подруга погибшей Ани утверждает, что старшеклассницы и ей угрожали. Милана на переменах даже из класса выходить боится. «Я пряталась из нее дома. А у меня собака же, она боится зайти. Она пыталась через забор залезть. Дома никого не было. Она не смогла, что я ей сказала, что собаку отпущу». Больше всего родных возмущает, что виновные не будут привлечены к ответственности. Родители девочек, подозреваемых в убийстве, на контакт не идут. Между тем, в качестве морального ущерба они могут заплатить штраф в размере 87 тысяч тенге. Как отмечают протестанты, цена лошади и то вдвое дороже. «Правоохранительные органы сказали, что им штраф за убийство, не штраф, а материальный ущерб будет 87 тысяч. Это получается цена жизни ребенка, любого ребенка здесь стоящего 87 тысяч. Давайте мы несовершенным детям дадим пистолеты, отправим убивать, потом заплатим штраф 87 тысяч. Это будет замечательно. Это что? Это будет безнаказуемо. Это что, жизнь человека стоит всего лишь как материальный ущерб 87 тысяч тенге? Даже лошадь дороже стоит, извините. Вот лошадь, корова стоит дороже. Почему так? Приняли участие в акции протеста и представители правоохранительных органов. На вопрос, на какой стадии дела, полицейские ответили просто. Проводится расследование. Я вам говорю, их отправит в специальная школа, получается, в спецшколу отправят на обучение. Потому что я координационные права любого граждан Республики Казахстан я не могу нарушить, понимаете? Это все в рамках закона. Когда под арестом, они тоже не можем держать, понимаете? Выслушали жалобу народа и сотрудники городского отдела образования. Как отметил главный специалист сектора опеки и попечительства, девочек-преступниц в специнтернат отправят в любом случае. Работает психолог, но эта семья, вот как бы со слов сказано, что эта семья не относилась к категории неблагополучной, все было нормально. Всех детей, в том числе и погибшей девочки, конечно. Напомним, скромная и прилежная девочка стала жертвой трех подружек, одна из которых ее сверстница. Остальным по 11 лет. Четыре подруги отправились на пикник, одна из них обратно уже не вернулась. Аню Ткаченко задушили, как рассказали позже, из-за куклы. Однако соседи говорят, подозреваемые несколько лет не давали Ане покоя. И в день убийства заманили второклассницу на пустырь. На сегодняшний день проводится расследование. Необходимые меры будут приняты лишь по завершению экспертизы, рассказывают правоохранительные органы. Миром Гусал Кимбаева, Жасулана Мандыков, Павел Спиридонов, Первый Карагандинский.